Добрый вечер, дамы и господа, с вами фитнес-тренер и диетолог Юрий Спасокуркоцкий. Сегодня мы поговорим об правильном ужине для эндоморфа. Энда кого? Кто такие эндоморфы? Папа тебе потом расскажет, а пока продолжаем. Кто не знает, кто такие эндоморфы, это в принципе все люди склонные к полноте. Если у вас на животе есть жировая складочка, значит у вас есть что-то от эндоморфа. Вы можете быть атлетом, но при этом еще сверху немного жира, значит вы уже не чистый мезоморф, а эндомизоморф. Вы можете быть худым, очень худым человеком, но если при этом есть немного жира на животе, пресс не видно, значит вы эндоэксоморф, как бы это ни было странно. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем, у кого хорошо растет жир. И базой вашего ужина, почему мы рассматриваем ужин, потому что это самый важный прием пищи с точки зрения правильного телосложения. Самой главной основой вашей пищи будет белок. Лучше всего это рыба и морепродукты. В данном случае это кальмары и мидии. Конечно, приготовленные нежирным способом. То есть с рыбы нужно будет снять шкурку и есть именно белое мясо. А соус, который вы используете для морепродуктов, не должен быть жирным. Можете использовать соевый соус, устричный соус, любой соус, который не будет калорийным или жирным. Также ваш ужин очень многих интересует, может ли он включать фрукты. Конечно, фрукты содержат витамины. Но сегодня мы собрали те фрукты, которые обладают наименьшей калорийностью. Это яблоки, это киви. Киви, кроме того, прекрасно нормализуют пищеварение. Если вы едите много белка, начинаются проблемы с регулярностью, простите, стула. И вот именно пару киви натощак, это один из народных рецептов, который мне посоветовала одна из моих клиентов, который великолепно нормализует пищеварение. Вы чувствуете себя лучше. Опять-таки, киви содержат мало калорий. Можно рассмотреть еще немного арбуза, немного ягод. Но, если вы хотите хорошую фигуру, если вы эндоморф, лучше перенесите фрукты на завтрак. Ешьте не более 200 грамм фруктов в день. Убираем наши фрукты, убираем наши ягоды и заменяем их, допустим, на зеленый салат, листья капусты, моркови, огурцы. Это будет лучше вместо фруктов на ужин. В данном случае источником белка на ужин нам лучше рыба или морепродукт, потому что это более низкокалорийный продукт. Лишние калории нам не нужны эндоморфам, даже из белка. Такие продукты, как баранина нежирная, нежирная телятина. То, что у меня сейчас на тарелке, это тоже подходит. Но все-таки в этих продуктах больше гораздо жира и больше калорий, чем в морепродуктах и в рыбе. Поэтому они менее предпочтительны. Вам придется учитывать калории, вам придется уменьшить порцию, если источником белка будет не рыба и морепродукты, а именно говядина, баранина, то есть какое-то жирное мясо, даже нежирная свинина, даже нежирная телятина допустима на ужин, но считайте калораж. В пределах вашей калорийности, в принципе, можно есть все. Но углеводы, то есть фрукты и рис, который вы видите сейчас на тарелке, нам придется убрать. Он нужен. Нам нужен рис, особенно если это бурый рис или длиннозерный рис с низким генетическим индексом. Конечно, для строительства мышц он нам нужен, даже если мы эндоморфы. Даже если нам нужно сушиться в ограниченном количестве углеводы, пусть не каждый день, пусть это будет три раза в неделю, они нужны. Но применение риса так же нежелательно, как и применение фруктов при вечернем приеме пищи. Поэтому мы убираем рис. Но на что можно заменить? В моей тарелке тушеный шпинат без жира. Это риск калорийный продукт, он содержит мало углеводов, и именно шпинат нам подойдет гораздо больше. Общий принцип вы поняли. Ужины эндоморфа или смешанного типа с эндоморфной составляющей. Это зелень, овощи, огурцы, листья салата, то есть любые зеленые овощи. Это морепродукты или рыба, приготовленные на пару или методом тушения без жира. Это нежирное мясо или нежирная телятина. Это могут быть тушеные зеленые овощи, такие как шпинат, спаржа. Вы можете использовать бюрсельскую капусту, кальраби, любые виды капусты. Белокочанную капусту можно приготовить, главное, без жира. И главное, считать калории, считать углеводы. Основная порция ваших углеводов должна распределяться на первый, второй, прием пищи. Может быть, у вас трех, четырех, пятиразовое питание. У каждого свой подход. О чистоте питания мы поговорим отдельно, о периодическом голодянии тоже. Сегодня нам нужно было примерно понять, как выглядит ужин у эндоморфа. И я надеюсь, вам было интересно. Позже мы будем продолжать наши уроки правильного питания. И я расскажу более подробно, как нужно питаться, какие системы питания лучше работают. Для этого подпишитесь на мой канал. А так как YouTube плохо уведомляет своих подписчиков, обязательно подпишитесь на мой канал Телеграм. И на мою почтовую рассылку. Все данные вы найдете в описании под этим видео. Если вы хотите, чтобы я составил для вас индивидуальный план питания и корректировал его каждую неделю, занимался вашими тренировками, я преподаю по интернету. Вконтакте есть в описании к этому видео. Пока, друзья, до новых встреч. С вами был ваш тренер. Далеко не все мои видео выходят на канале YouTube. Также выпускаются специальные видеоролики для подписчиков секретной качалки. Подпишись прямо сейчас и получай ссылки для избранных прямо к себе на почту. Такого количества отзывов девушек, которые тренировались, правильно питались и преобразили свое тело, получив фантастические результаты, больше нет ни у кого и нигде. Результаты получены в результате тренировок по интернету с Юрием Спасо-Кукотским. Представлены они в формате фото до и после, а многие и в видео формате. По ссылке в описании к видео вы можете перейти в раздел отзывов. Ведь все меньше времени остается, чтобы успеть прийти в хорошую форму вовремя. Тебе нужен тренер с огромным размером стажа. Ну да. И тебе он подробно расскажет, как тебе поднимать штанги и гантели. Из рыча превратиться в модели. Ты отлично знаешь эту злую весть. Ты отлично знаешь, что надо сбросить вес. А для этого нам надо записаться в зал. Ты же знаешь это, знаешь все, что я сказал. Тебе нужен тренер. Тебе нужен тренер. Только он может дать отпор твоей линии. Перед зеркалом ты плачешь все время. Тебе нужен тренер.